Девушки отдыхают 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 нужно использовать некие саморезы просто делается надрез проводится угольником точнее примеряется угольником проводится малярным ножом и чисто скажем так тикарь об коленку все это ломает то есть нужно никуда бегать ходить в отдельную комнату чтобы не пылить я буквально делался на месте здесь нарезал то есть новом покрытие она фанере и об ногу все это ломал не материал прямо-таки зашел классный конечно я вот подумаю возможно же в залу возьму довольно таки прочный пожалуй отдельно мы поговорим но как в качестве монтажника и скорости материал меня более чем устроил прочный да это хорошо влагостойкий да это вы бы бонус но спали не будем тут аквадискотеку устраивать поэтому думаю ну главное что прочный по цвету довольно таки приятный общем убирала жена поэтому цвет сразу от меня не спрашивайте обычные пазы у него клики система позов там обычная кликерная то есть вставляется в паз защелкивается и все шикарно режется быстро да кстати в инструкции то есть ссылочка будет описание на инструкцию потому что я первый раз монтировал да там написано что можно и на теплый пол вложить и на кухне использовать и где много влаги и на бетон и на фанеру и на уэсби в общем прям сказка и материал ну а теперь о моих косяках сейчас вспоминаю те комментарии кто писал убери пвх то есть отопление в стены вот он раз вот тут бы пригодилась ладно мне еще впереди второй третий дом поэтому на будущем учту что отопление лучше убирать все в стенку ну как лучше по крайней мере вот в качестве когда будет делать полы это не критично там что они будут видно но все-таки не очень удобно монтировать то есть картинка на что портится но я делаю для себя поэтому терпимо там будет что разу навеску общем этого вида не будет но сам факт что да некрасиво в стране так будет портится монтировать буквально быстро а с приходом помощников еще и весело больше всех такому пола должен сам ребенок в общем любого с того пола не любит пол довольно таки мягкий я же говорю на ощупь это как резина резина с пластиком довольно таки мягко в общем бегать по ней самое то ну и мы кстати удобно то есть стреляете это как-то похоже на какую-то пластину такую просто рябочка протерли все царапается не царапается не пробовал не осталось немножко материала потом проведу еще испытания честно можно сделать также вообще использует при укладке на пол написанной инструкции в общем почитайте кому интересно общем классная вещь данная модель мне понравилась да кстати есть такой один маленький тест момент когда стыкую бывает что стык не ложится то есть сантиметр-два висит в воздухе в квартире и по ему просто посильнее постучать и как только паз идеально ровно встанет сторона сама коснется пола были такие случаи когда это не касалось но по чем дело касса просто поселение постучать в инструкции написано что ни в коем случае киянками молоточками стучать нельзя когда мне рука потом отсохла я сам использовал тело чем ножку поступить можно пол комната готова качественно доволен скоростью тоже мне нравится единственное что мне нравится это вот например заходы и стыки вот такие вот но кто помнил не помнил это то есть нужно будет и ползу угадывать подрезать в общем ну скажу честно чего-то смотрится смотрится колхозно но есть оправдание там будет занавеска этого не увидит на меня показывают для тех кто смотрит хотя бы до середины а вначале не отключается заканчиваем закончим примерно через минутку а может быстрее в общем сложилось за три часа мне материал понравился единственное было удобно сделать стен потому что так как там пазовая система на эти на кликеры чтобы немножко неудобно сделать пазы потому что там были кусочки но какими-то волшебными словами я справился ну а теперь можем наблюдать что в итоге получилось и и А вот так я изобрел вкладку в шкафу. Немножко не в замках, но классно держится. Да, кстати, в инструкции написано, что склеивать его нельзя. Он должен ходить. Но как черное покрытие для шкафа, я думаю, в принципе, огонь. Замки классные, воду не пропускают. Даже если можно пролить воды, внутрь не попадет. Замки довольно-таки плотно сидят. Ну, если можно немножко извращиться, можно еще засиликонить их. Но, я думаю, делать его не надо. Ну, естественно, и плинтусы. Ой, не будем ругаться. В общем, декоративная штукатурка – это классно. Но я забыл совсем про плинтуса. Из-за этого плинтуса плотно не прилегли. Поэтому получилось не очень красиво. Не будем портить картину и показывать что-то. Вот так выглядит выход на балкончик. И вот так красиво. С, скажем так, торцевой стороны смоется плинтус. Сверху показывать не буду, там кошмар. Осталось сделать только дверь. Ну, думаю, об этом мы поговорим в следующем видео. И в следующую субботу будет полностью ролик 40-минутный от самого черновых стен вот до этого момента. Там уже покажу люстры, свет. В общем, все по полу. С вами был Соматурщик Леха. Всем счастливо. Пока-пока.